Володя, когда перерыв у нас? Какой порядок у нас здесь? Кто знает? Когда перерыв? Спасибо. Итак, друзья, мы продолжаем наше рассуждение. С книгами мы еще вернемся. Все желающие, конечно, не смогли получить, как я понимаю, книги. Их мало было, детских пока достаточно, а вот для взрослых было мало. Вот, можно заказать через библиотеку. Все, кто желает на вайбер-группу дайте знать, хотите вы двухтомник или популярная история, то вот это вот вы можете написать. Это для меня удивительно даже, потому что я не мог достать двухтомник в Украине, а он достал. Видите, молодец. Я ехал сюда, я сразу. Я, конечно, сомневаюсь, что их там много. Вот, правильно. Хорошо, друзья. Есть, кстати, еще разные книги. Уже на следующую сессию, может быть, я организую. Мена Симонса и она Баптисты. Есть такая книга в Германии была издана моя. Ну, еще некоторые издания. Но об этом мы еще поговорим позже. А сейчас возвращаемся в первые три века христианства. Мы говорили сначала о состоянии христианства, иерусалимское христианство, которое начало быстро развиваться в греко-римском мире. Мы говорили о миссии, активной миссии, которая была не запланированная, не прогнозируемая, а совершенно спонтанная по действиям Духа Божьего и рвения простых людей, которые распространяли свою веру. Мы говорили о гонениях и говорили о внутреннем устройстве, уже немножко поговорили о внутреннем устройстве церквей, как происходили изменения в этом внутреннем устройстве. Ну, а сейчас мне хотелось бы очень важная для нас тема – это христианская письменность, начало христианской письменности. Начало христианской письменности относится к 50-м годам первого века. Я не знаю, вас настораживает это или нет, или вы воспринимаете это совершенно нормально, эту фразу, что я сказал и написал. 50-е года первого века. Почему так поздно? Почему раньше христиане ничего не писали? Ведь, собственно, или даже я не так скажу. Почему Христос не повелел своим ученикам, скажем, Матвей, он бы мог сказать, «Матвей, бери пергамент, бери перо, пиши», и он бы продиктовал какие-то основные принципы Царства Небесного, продиктовал бы основные доктрины, которые мы так вот хотим сегодня сформулировать, продиктовал бы какие-то основные ценности христианские. Он этого не сделал. Почему первые апостолы, ученики не позаботились о том, чтобы написать то, что они видели, слышали сами? Этого не происходит. И, конечно, это вопрос, очень серьезный вопрос. Вопрос, который заставляет вообще задуматься о том, на чем основывается христианство, и как оно вообще строится, как оно существует. Тут есть, конечно, много ответов на этот вопрос. Почему так поздно христиане начали записывать свои основные идеи и положения? Ну, во-первых, самый простой ответ заключается в том, что ранняя церковь апостольского периода, до 50-го года, как я говорил, которые находились в Иерусалиме, они ожидали быстрого пришествия Христа. Они рассчитывали, что Христос вот-вот придет. Это должно было случиться, по их мнению, на протяжении их жизни. Если так, то зачем писать? Просто нет никакого смысла писать. Некому будет передавать эти сведения. Все это должно быстро очень совершиться. Это внешняя сторона. Христос, конечно, знал от начала, когда все это должно совершиться. Он знал, что будет такая история, что будет задержка. Но и он тоже не давал повеления писать. И не давал повеления писать, главным образом, потому что тогда, когда он это делал, он указывал, Дух Святой придет и наставит вас, и научит вас всему, что я говорю. Ученики его не понимали. Вообще, это я, может быть, отвлекусь в сторону, но и очень интересна педагогика Христа. Для учителей воскресной школы это особенно интересно. Мы иногда пытаемся вложить в педагогику Христа те принципы, которые, дидактические принципы, которые сегодня используются в педагогике. Но на самом деле его педагогика абсолютно другая, чем сегодня учат в школах, в университетах, в колледжах. Совсем другая. Почему она другая? И в чем и выражается эта инаковость? А инаковость прежде всего в том, что Иисус не объяснял те вещи, которые он говорил. Он говорил загадками, он говорил притчами, он говорил метафорами, сравнениями. Он использовал очень образный язык и, что важно, не давал практически никогда объяснения. Ученики подходят к нему и говорят, мы не понимаем, объясни, расскажи нам, что значит эта притча. Он иногда дает основные принципы толкования притчи, но подробности никогда не уникал. Более того, он не давал систематическое изложение, вот такое, как догматики там у нас принято, в систематическом богословии, где учение четкое о Боге, о Иисусе, о человеке, о церкви, вот такие учения. Иисус не давал этого. И апостолы не собирались это давать. Более того, я вам скажу, даже и Павел не давал этого. Это мы уже выводим из некоторых намеков Павла какое-то более-менее систематическое представление. Они этим ничем не занимались. Иисус, меня вообще поражает этот случай, например, в Капернауцкой синагоге, он говорит своим ученикам, «Кто не будет есть от плоти моей и пить от крови моей, тот не будет иметь участия в жизни вечной». Надо есть от плоти его и пить от его крови. Ученики в недоумении. От иудейского раввина услышать такие вещи, что пить кровь от иудейского раввина – это вообще кошмар, это ужас. Это невозможно представить себя в том контексте, в котором они жили. При таком строжайшем запрете на кровь, который был в иудаизме. А Иисус заявляет такие вещи и ничего не объясняет. Когда начинают уходить ученики, от него уходят десятками, если не больше. Ближайшие ученики в недоумении. А он вместо того, чтобы сказать, ну, друзья, вы меня неправильно поняли. Я имел в виду духовно. Все это надо истолковывать духовно, а не материально. Не спешите, не уходите, вы все поймете. Вместо этого он говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Ну, кто из сегодняшних пасторов бы так сказал? Пастора наоборот говорят сегодня. Да давайте ко мне, приходите, я вам объясню, я в искусственную школу устрою, я вам разжую все, по полочкам все разложу. Вы только сидите вот здесь. Иисус совершенно другая методика у него. Он учит учеников, не объясняя им до конца. Сегодняшняя система предполагает, что мы должны ученику, студенту все объяснить. Вот пункт первый, второй, третий, запиши, пожалуйста. Ну, повтори теперь. Вот если ты повторил все, значит, ты уже знаешь. Ничего подобного Иисус не делал. Он не считал, что вот если ученики могут повторить то, что он сказал, что они правильно делают. У него другой подход. Он хочет, чтобы человек, когда учится, он сам пришел к каким-то идеям. Когда мы вкладываем сразу ученику готовый ответ, этот ответ остается у него только на уровне разума. Он может повторить, как попугай, но при этом не происходит настоящего осмысления ответа. Ответ, настоящий ответ должен созреть у человека персонально. Он должен прийти к нему личностно. Вот тогда только этот ответ становится его ответом. Потому что Иисус дает основные идеи, основные принципы только, и хочет, чтобы мы дошли до них. Чтобы мы не просто их механически повторили, а чтобы мы по-настоящему, по-живому их усвоили. А для этого необходима личная работа. Учитель только ведет ученика, а не дает ему информацию. А у нас представление, что учитель должен дать информацию, и в этом передаче информации заключается учение. Что подобного? У Иисуса совсем не так. Так что если вы учите детей, учите взрослых, то тут не информацию надо передавать, а надо подвести человека к тому, чтобы он сам принял. Особенно в наше время, когда то, что я вам все рассказываю, вы легко можете прочитать в интернете. Я иногда в некоторых группах, особенно на магистрском уже уровне, на продвинутом уровне, когда небольшая группа, когда я что-то говорю, я вижу, что мои студенты тут же перепроверяют. Иногда, если я скажу что-то не так, они говорят, а нет, вот в таком-то, Википедия говорит, что в таком-то году умер этот император, я сказал в другом году. Ну, то есть информация известна. И не потому, что я ошибся, на самом деле Википедия чаще ошибается. Но это ненадежный источник, очень ненадежный источник. Но не в этом дело. Дело в том, что информация известна. Вы легко можете найти всю эту информацию сегодня в интернете. Ничего нового я не говорю. Абсолютно ничего нового я не говорю. Но я не информацию хочу передать. Я хочу вас как бы повезти куда-то, чтобы вы могли почувствовать историю, а не просто узнать некоторые факты из истории. И вот, собственно, в этом должно заключаться вообще обучение. И Христос тоже не дает письменных документов, прежде всего потому, что Он хочет, чтобы люди не просто получили информацию, а чтобы люди сами дошли до этого. И это, я же говорю, особенно важно в наш век, в век преизбытка информации, когда нет недостатка информации. Дети всю эту информацию легко могут найти сами. А вот передать им умение отсеивать информацию, умение осмысливать информацию, вот это вот, мне кажется, очень важно для современного преподавателя. Мы, собственно, часто даем даже неверующим людям сразу ответы на вопросы. Мы им говорим, вот тебе надо покаяться, тебе надо жизнь вечную получить, ты должен быть в раю, как это сделать, надо вот сделать то-то, то-то, то-то по Писанию, точно им раскладываю. Мы им даем ответы. А у них нет вопросов. Они эти ответы не принимают. Почему они не принимают? Да потому что они и не спрашивают. Мы со своими ответами им не нужны. Надо научить людей сегодня задавать вопросы. А ответы они и так знают. Ответ легко найти. На каждом углу написано, что Иисус любит тебя. Мне один мой знакомый говорит, ну, что ты мне все время говоришь, что Иисус любит тебя, Иисус заботится о тебе. Зачем мне это надо? Оно ему не надо просто. Нет нужды. Вот сейчас мы начали тоже очень интересный канал такой на Ютьюбе, называется «Свет в нет». Можете, кстати, подписаться. Это «Свет в нет». Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики ставьте, как положено. Это тоже реклама заодно. Я вспомнил. «Свет в нет». Это канал, который... Там очень короткие видеосюжеты, 5-7 минут в виде диалогов. Не интервью, а диалоги. И главная идея – не давать ответы неверующим людям. Он рассчитан на людей, не знающих Бога. Не давать ответы. Вот некоторые наши братья меня укоряют, говорят, «Ну, чего ты не досказал до конца? Только как бы начал говорить, и остановились вы». Я говорю, а это наша задача. Мы не даем ответы, мы учим ставить вопросы. И все. Вот в этом, собственно, смысл этого канала. Для неверующих – подвести их к вопросу. А ответ они узнают. Ответ там тоже где-то звучит, конечно, но он неявный. Вот раннее христианство как раз характерно именно этим. Они учились ставить вопросы. И Христос учил их ставить вопросы. Поэтому письменность... Они не торопились создавать письменность. Они относились иначе совершенно к письменной речи, чем к устной. Кстати, весь древний мир высоко очень ценил устную речь и очень низко ценил письменную речь. Вот сегодня у нас, говорят, такая цивилизация Гутенберга. То есть цивилизация письменная. Письменная книга, письменный документ. Вот это вот все очень важно. В древнем мире, в мире, где жил Христос, апостолы, ценилась устная речь, а не письменная. Почему ценилась устная речь? Потому что устная речь, как выражается Сократ, например, вот читаете Платона, у него есть несколько диалогов, где он рассказывает, как Сократ беседует с разными людьми. Так вот, в одном из диалогов очень интересно Сократ объясняет, что устная речь имеет отца, а письменная речь отца теряет. Что это значит? Дальше он объясняет, что тогда, когда я говорю устно, вы что-то не поняли, вы можете переспросить, вы можете понять по интонации, вы можете почувствовать как-то духом, о том, что я хочу сказать. Поэтому устная речь всегда точнее, чем письменная. Вот если я все то, что я вам сейчас рассказываю, запишу, это будет очень сухое изложение. Я не буду никуда отвлекаться, конечно, тогда. Я четко и ясно все это изложу, но оно потеряет красоту, оно потеряет образность и потеряет, самое главное, передачу, усвоение этой идеи, которую передает оратор. Поэтому устная речь в древнем мире ценилась гораздо выше, чем письменная. Письменная теряет отца, то есть теряет автора. Ну, сегодня даже в герминевтике существует большое направление, скажем, текст считается, теряет автора. Человек работает с текстом, а не с автором, и вкладывает при чтении текста в понимание то, что автор даже никогда и не думал понимать. Мы очень часто вчитываем в Библию наши собственные представления, совсем не то, что имели в виду первоначальные авторы, когда писали. То есть устная речь – это очень важная вещь. Поэтому, хоть я-то и отулекся, но я думаю, что это очень важно. Вы должны понять, что христианство не торопилось записать все свои истины. Они передавали все это устно. Передавали от апостолов, в церкви, ученикам, передавали всей общине. И возникал вопрос, а как же контролировать правильность? Ведь мы хорошо знаем эффект испорченного телефона. Если я что-то рассказал, то вы уже расскажете это совсем не так, как я рассказал. Ну, а третий, четвертый пересказчик уже будет говорить совсем другое. И в этом смысле письменная традиция гораздо лучше, чем устная, потому что она гарантирует сохранность передачи. Но она не гарантирует понимание. Она может исказить понимание, потому что читатель совсем иначе все это воспримет. Поэтому тогда, когда передавали устно, то необходимы были какие-то критерии, как можно было сохранить. И здесь было два критерия. Во-первых, община. Эта община контролировала, это то, что, собственно, я верю, и в баптистской традиции очень хорошо сохраняется, когда община контролирует идеи, доктрины и контролирует проповедника. Ну, в частности, например, если, скажем, молодой брат выйдет на кафедру и будет говорить что-то совсем не то, что принято в этой общине, то в окончании служения бабушка какая-нибудь подойдет к нему и скажет, братик, да ты же не то говорил сегодня. А вот надо было так, так и так сказать. И я уверяю вас, она правее. Она лучше знает, потому что она 50 лет слушает Слово Божье, и она у нее уже пропитала ее. И она хорошо это чувствует и понимает. Лучше, чем человек, который там только в колледже где-то прочитал умные книги и наслушался интересных теорий. То есть община контролирует. Ну, а если бабушка ничего не скажет, то тогда вызовут на братский совет ну и хорошенько объяснят ему, как надо понимать то или иное писание. То есть есть контроль общины. И это очень хорошо. Это очень важно, чтобы община контролировала проповедника. Потому что не университет контролирует, не семинария контролирует правильность доктрины, а община, церковь контролирует. Вот это вот очень важное положение, которое потерялось, скажем, в магистрском христианстве, там, в лютеранстве, например, в кальвинизме, и сохраняется до сих пор еще в радикальном христианстве, такое, как вот баптизм. Ну, или другие движения радикального христианства. Ну, и второе. Это первая община, и второе – это Дух Святой. Потому что вообще не действует Дух Святой. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них, говорил Христос. Это означает, что тогда, когда есть собрание людей, вот тогда можно проконтролировать, Дух Святой особым образом действует и может сохранить истину, наставить на истину. Гораздо лучше, чем тогда, когда я сижу один за письменным столом, где-то там в кабинете своем, и вот раздумываю, как изложить правильно то или другое положение. Поэтому вот это очень несколько важных моментов, которые определяли, как передавалась истина в раннем христианстве. Ну, и еще один очень важный фактор – они старались сохранить те слова, которые слышали от апостолов, и передать их. Но, как я вам сказал, со временем работает эффект испорченного телефона. И Господь знал это, и позаботился. Поэтому, начиная с 50-х годов, когда стало понятно, что жених замедлил, что начинается период ожидания пришествия Христа, надо воспитывать новое поколение, появляются уже первые образцы христианской письменности. Через 20 лет, примерно после событий, которые происходили в Палестине. И что появилось первое? Первое появляются так называемые аграфы или логии, так вот они называются в исторической науке. Это изречение Иисуса Христа. То есть, сначала стали записывать прямую речь Иисуса. Самое важное. И в этом они были правы. Они записывали слова Иисуса Христа. И эти отрывки, как бы записи слова Иисуса Христа сохранились на сегодняшний день. Вот образцы некоторых аграф или логий. Вот, например, аграфа номер 5. Ну, историки их там пронумеровали. Я некоторые из них хочу прочитать. Из Аксеринха, из Верхнего Египта. Там нашли в могиле воина, в Рансе. Там очень хорошо, хороший климат для историков, для археологов. Там сохраняются, не разлагается сухой песок, не разлагаются вот древние предметы. Поэтому там очень интересные находки сделаны. Говорит Иисус, не бывает принят пророк в Отечестве своем, да и врач не лечит знающих его. Ну, мы не знаем, насколько точно эти переданы слова Иисуса. Смысл, конечно, понятен, что не принимается пророк в своем Отечестве. Иисус и в Евангелии тоже, мы знаем, это же говорил. Или другие аграфы. Иисус сказал, в чем найду я вас, в том и буду судить. Опять-таки, это, наверное, свободное изложение, но смысл передается достаточно точно. Или вот, например, Ориген приводит прямую речь Иисуса, которой нету в канонических евангелиях. Кто близок ко мне, тот близок к огню. Кто далек от меня, тот далек от царства. Или Климент Александрийский в книге Строматы тоже передает прямую речь Иисуса, которую он, очевидно, слышал от кого-то. Это же уже третий век, он сам не был свидетелем. «Попроси о великом, и Бог добавит тебе малое». Вполне вероятно, что эти изречения Иисуса, прямую речь Иисуса, те, которые слушали, они хорошо запоминали, во-первых, слишком необычный он был. Ну, во-вторых, вообще принято было запоминать все, что говорит учитель. И, в-третьих, они, очевидно, записывали. Возможно, для себя кто-то что-то записывал, потому что люди в то время были грамотные, не надо думать, что они были такие там темные. Они были грамотные, они записывали и, возможно, передали другим, так как-то эти записи сохранились. Есть, кроме канонических Евангелий, достаточно много так называемых апокрифических Евангелий, то есть документов раннего христианства, которые описывают жизнь Иисуса Христа. Обычно разделяют три класса таких апокрифических Евангелий. Первая группа Евангелий – это так называемые неканонические тексты. Неканонические тексты. То есть, это тексты, которые излагают жизнь Иисуса, но делают не совсем так это, как излагают канонические тексты, то есть с некоторыми отклонениями. Но примерно то же самое говорится. Вторая группа – это гностические Евангелия, которые отражают идеи гностиков. Я говорил, что их в огромном количестве, ну, как не в огромном, но намного больше, чем других рукописей известно. То есть, копий этих Евангелий известно достаточно много. Это Евангелия, которые вкладывают в уста Иисуса очень умные вещи, которые гностики пытались передавать. Мы познакомимся еще с ними. И так называемые частичные Евангелия. Частичные Евангелия – это Евангелия, которые описывают те эпизоды в жизни Иисуса, которые не описаны в канонических текстах. Ну, например, детство Иисуса или там, как Иисус, что Он делал, когда спускался в места преисподней. Писание говорит об этом, новозаветные тексты говорят, что Он спускался в места преисподней. Но что Он там делал, чем занимался? Ну, а вот в одном из Евангелий, Евангелия Никодима, там подробно описано, как Он там вел себя. Вот несколько образцов, у нас нет времени детально познакомиться с этими текстами, но некоторые образцы просто. Евангелие от Петра. Это Евангелие, которое приписывается апостолу Петру. Ну, неизвестно, насколько близко к тому, что говорил Петр, но, во всяком случае, там излагаются примерно те события, которые описаны и в канонических текстах, но излагаются их по-своему. Вот один кусочек из этого Евангелия я хочу прочитать. «Тогда кто-то из них сказал «Напоите его желчью и уксусом». И смешав, напоили. И исполнили все, и довершили грехи над головами своими. Многие же ходили со светильниками, полагая, что ночь наступила, отправились на покой. И Господь возопил «Сила моя, сила моя, ты оставила меня». И, сказав это, он вознесся, умер. И в тот же самый час разорвалась завеса в храме Иерусалимском надвое. И тогда вытащили гвозди из рук Господа и положили его на землю. И земля вся сотряслась и начался великий страх. Тогда солнце засветило и стало ясно, что час еще девятый. Обрадовались иудеи и отдали Иосифу тело его, чтобы он похоронил тело». Ну, увидите, что текст близкий к евангельскому тексту, но излагает его по-своему. Вот небольшой отрывок из гностического Евангелия, Евангелия от Фомы. Очень распространенный текст в раннем христианстве, его даже называли Пятое Евангелие. В многих церквях его читали наряду с каноническими текстами, не делая отличия между канонами и вот некоторыми такими книгами, как Евангелие от Фомы. Ну, формально это Евангелие нельзя назвать даже Евангелем, потому что там не строго описана жизнь Христа, как, скажем, в синаптических Евангелиях, где последовательно рассказывается о событиях. Тут в этих Евангелиях от Фомы, от Марии Магдалины, от Филиппа Апостола здесь описаны как бы отдельные идеи только, которые говорит Иисус. Вот, например, из Евангелия Фомы. Это тайные слова, которые сказал Иисус живый и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал, тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Иисус сказал, пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. И когда он найдет, он будет потрясен. И если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем. Иисус сказал, если те, которые ведут вас, говорят вам, смотрите, царствие в небе, тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас, но царствие внутри вас и вне вас. Ученики его спросили, они сказали ему, хочешь ли ты, чтобы мы постились, и как нам молиться, давать милостыню и воздерживаться в пище? Иисус сказал, не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого, ибо все открыто пред небом, ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым. Иисус сказал, блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком, и проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком. Сказано очень умно, Но ничего не понятно. Я не знаю, поняли ли вы что-то из последней фразы. Я не очень понял. Но вот это и есть, кстати, гностицизм. Очень умные, такие красивые слова, выражения, но понять не всегда легко. То есть это тексты, которые передают слова Иисуса, тайные слова, которые Он не говорил всем. Скажем, в Евангелии Марии, например, Петр обращается к Марии Магдалине и говорит, «Сестра, расскажи нам то, что ты знаешь, то, что рассказывал Иисус только тебе, и нам это неизвестно». И она начинает рассказывать то, чего ученики не знали. Вот это и есть идея тайного знания, которая якобы открывает доступ к управлению миром. Вот если человек обретет это тайное знание, он тогда только по-настоящему сможет стать подобным Отцу Небесному. Частичные Евангелия – это тоже тексты, которые описывают, как я сказал, некоторые эпизоды из жизни Иисуса, но неизвестные из канона. Вероятнее всего, они написаны из самых лучших побуждений, чтобы показать Иисуса таким сильным, настоящим героем, но очень фантастично все написано. Вот протоевангелие Иакова, я прочитаю несколько отрывков. Это протоевангелие, почему протоевангелие, которое рассказывает как бы о том, что до Евангелии, предваряющие Евангелии. В Евангелиях уже описана жизнь Иисуса взрослого, а это детская жизнь Иисуса в детстве. Вот несколько отрывков из этого евангелия или протоевангелия. И вот исполнилось ребенку три года, а это, кстати, речь идет вначале о Марии, как Мария оказалась матерью Иисуса, почему она выбрана. Тоже очень такая интересная история, рассказана Анне и Акиме, их родителей Марии. Кстати, вот православные католики, когда говорят об Анне и Акиме, они следуют как раз вот этому Евангелию, протоевангелию Иакова. Хотя это протоевангелие Иакова было отвергнуто церковью и объявлено неверным Евангелием, не каноническим Евангелием, не принято официально ни в одной церкви. Но вместе с тем многие праздники, например, все, что связано с Марией, повествование о Марии, поклонение Марии, маритология вся, она вся основана на Евангелии Иакова, вот как раз на этом Евангелии. Вот как описано рождение Марии там, Иаков и Аким тоже были бездетные, ну, как, собственно, вся история с Иоанном Крестителем и все прочее. И вот необычным образом все-таки у них появился ребенок, и вот исполнилось ребенку три года, и сказала Аким, «Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники, и пусть стоят с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтоб полюбила она в сердце своем храм Господень, а Марию хотят отдать в храм». «И сделали так по дороге храму Господню. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказав, Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь последние дни сынам Израиля искупления. И посадил ее на третью ступень у жертвенника, и зашла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля». Ну, девочку посадили на третью ступень жертвенника в Иерусалимском храме. Конечно, это очень такие фантастические рассказы. Я вам написал человек, который плохо знаком очень с иудейскими правилами, с иудейскими традициями. Но этот текст был очень-очень популярным, потому что известно больше ста древних рукописей II-III века с этим Евангелием. Ну, я не буду уже как бы продолжать это все. Другое еще Евангелие я хочу – Евангелие детства, которое рассказывает о детстве Иисуса Христа. «Когда сей мальчик Иисус был пяти лет от роду, он играл у брода через ручей, он собрал в луже протекавшую мимо воду, и в мгновение очистил ее, и управлял ею только своим словом. Он сделал мягкую глину, и слепил из нее двенадцать воробьев. И когда он делал это, была суббота, и вместе с ним играло много других детей. И вот, когда некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он тут же пошел и сказал его отцу Иосифу, «Посмотри, ребенок твой у ручья». Он взял глину и слепил двенадцать птиц и осквернил субботу. И когда Иосиф пришел на место и увидел это, он скричал к нему, говоря, «Зачем ты делаешь субботу то, чего делать не следует?» Но Иисус хлопнул ладоши и закричал воробьям прочь, и воробьи поднялись и улетели чирикая. Иудеи были поражены, когда увидели это, и пошли и сказали старейшинам, что сделал Иисус на их глазах. Но сын Анны Книжника стоял там с Иосифом, и взял он ивовый пруд и разогнал им воду, которую Иисус собрал вместе. Когда Иисус увидел, что тот сделал, он был разререн и сказал ему, «Ты дерзкий, нечестивый глупец! Что плохого сделали тебе лужи и вода? Смотри, теперь ты так же усохнешь, как дерево, и не будешь иметь ни листьев, ни корней, ни плодов». И мальчик Тача же полностью высох. Иисус ушел и вошел в дом Иосифа. Но родители того, который усох, взяли его, оплакивая, принесли к Иосифу и укоряли его, «Что это за ребенок у тебя, который делает такое?» И после всего вновь пошел он к поселению. И какой-то мальчик пробегая толкнул его в плечо. Иисус рассердился и сказал ему, «Да не пойдешь ты далее по пути твоему». И ребенок Тача же упал и умер. Но некто, увидя, что произошло, сказал, «Откуда взялось дитя сие, что каждое его слово сбывается?» Ну, вы видите, насколько это фантастичные описания. Хотя некоторые воспринимают, особенно в православной церкви, воспринимают очень серьезно это Евангелие. Вот какой могучий у нас Иисус. Но на самом деле это совершенно не дух Иисуса. Это не имеет ничего общего с настоящими повествованиями о Иисусе. Я уже не буду, наверное, читать вам апокрифические деяния, послания, откровения. Есть много таких документов. Деяния, например, апостола Павла известные. Тоже достаточно древний документ. Послание о Кладикийской церкви, о которой упоминается в Новом Завете. Очень известное откровение, которое называется «Пастырь Ерма» или «Херма». В разных переводах его по-разному описывают. Во всяком случае, это все апокрифические тексты, которые были достаточно популярны. Вот в этой книге «Красная моя популярная история христианства» я привожу отрывки из всех этих текстов, чтобы читатель мог лично почувствовать дух этой эпохи. Так что там вы сможете это почитать более подробно. После того, как уходят с арены апостолы, появляется писание уже учеников апостольских. Апостольские ученики – это, скажем, очень известный текст, который называется «Дидахэ» или «Учение двенадцати апостолов». Это не потому двенадцать апостолов не писали никогда этот текст. Это имеется в виду, что то, что они учили, чему они учили, это уже записали их ученики, после того, как апостолы уже отошли к Господу. Очень интересно описана жизнь раннего христианства в этом документе «Дидахэ». Поликарп Смирнский, Климент Александрийский. Ну, много из вот этих апостолов. Ну, давайте все-таки я один из этих текстов прочитаю. Вот письмо Игнатия Антиохийского, когда его везли в Рим на мученичество. Игнатий – это епископ Смирнский, но он, собственно, был как бы руководителем всех церквей Малой Азии, самый почитаемый, авторитетный епископ, который еще знал Иоанна. Мальчиком он еще знал апостола Иоанна. Игнатий был осужден на растерзание зверям, он должен был быть брошен в Риме, в Колизее. И его везли, кстати, почти тем же путем, которым когда-то везли апостола Павла из Палестины в Рим. Вот примерно этим же маршрутом везли и Игнатия Антиохийского, епископа из Антиохии Сирийской. Он писал письма по дороге, как и Павел, собственно, писал. И одно из писем, правильно он написал, там, шесть или семь посланий в разные церкви, и одно из писем написано в Рим. И главная идея этого письма, чтобы римская церковь не оказывала ему никакой помощи. Вот он пишет так. «Я пишу церквами всем, сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. «Живой, пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня любящего вещества, но вода живая, говорящая во мне, взывает во мне изнутри. Иди к Отцу, не хочу более жить жизнью человеков». Ну, почему он это пишет? Потому что римская церковь имела такой обычай, когда был известный какой-то мученик, которого должны были казнить публично в Риме, они очень часто выкупали его. То есть они подкупали стражу, этого человека отпускали, ну и таким образом вопрос решался. Так вот, Игнатий, зная, что такое может быть по отношению к нему, поскольку он был человек очень влиятельный, известный, он пишет, что «не делайте этого, я хочу умереть». Ну и так оно, собственно, и случилось. Как он и писал, его бросили на растерзание львам, и вот как он и хотел, как он молил Господа, так и случилось. Львы буквально за несколько мгновений растерзали его, чем публика была очень недовольна, потому что обычно это процесс длинный, человека мучают звери, а тут как бы Господь дал, что он сразу умер. После смерти уже учеников апостольских, после нового периода, в начале II века, начинается новая волна письменности, уже направленная не на то, чтобы рассказать о жизни Христа или наставить церкви, потому что письма учеников апостольских в основном это такие душепопечительские письма. Они наставляют церкви, как надо жить, как надо поступать, как надо вести служение, вести работу. Ну, дают вот такого рода указания. После этого начинается эпоха апологетов. Апологеты – это люди, которые решили защищать церковь, христианство с помощью логики, с помощью каких-то аргументов. И вообще вот это решение защищаться – это вообще решение кардинальное для христианства. В I веке христиане не защищались. Когда наступали какие-то гонения для христианства, они позволяли себе по-настоящему, собственно, два выхода. Либо они шли на мучения, либо убегали. Можно было убежать, это было нормально, как бы спасаться от гонений. Но защищаться, как бы писать письма оправдательные, выставлять какие-то аргументы – это было не принято. А вот уже во II веке появляются люди, которые начинают защищать христианство. И вот апологеты – это те, которые писали защитительные письма в Сенат, императору, обращались и рассказывали о христианстве, что это хорошее движение, что почему вы нас гоните, почему вы перетесняете нас, мы ничего плохого для общества не делаем. Вот в этом смысл, собственно, всех этих писем. Они рассказывают о христианстве с тем, чтобы остановить гонение. Ну, кстати говоря, ничего не помогло. Все вот эти защитительные письма не дали никакого результата. Но для историков это очень хорошие документы, потому что они теперь знают, как жили христиане в те времена. Вот Иустин, философ-мученик, очень яркая фигура, который писал такие апологии. Ну, я не буду рассказывать. Наверное, все-таки надо что-то сказать. Иустин, философ-мученик, это человек, который обратился в христианство из язычества, и его обратила, собственно, смерть мучеников. Он видел, как умирали христианские мученики, как он рассказывает потом о себе. Именно это привело его в христианство, мужество людей, которые давали свои жизни за Христа, за идею. Вот это заставило его задуматься о смысле христианства. Так, собственно, появляется один из самых известных христианских апологетов. Кстати, он сам тоже мученически закончил свою жизнь. Он устраивал диспуты с языческими философами. Он был философ до обращения. И когда он обратился в христианство, он не снял плащ философа. В то время философам разрешалось носить особого покроя такой короткий плащ. И это давало возможность ему проповедовать любые идеи. И он использовал это для того, чтобы говорить о христианстве везде. И в диспутах участвовал, защищая христианство. Ну и он сам даже так и предсказывал. Говорит, наверное, кто-нибудь из моих противников донесет на меня, что я христианин и я закончу жизнь мученически. Так оно, собственно, и случилось. Когда он победил в одном из диспутов, то его противник побежденный написал донос, апологета арестовали и казнили. А ему отсекли голову, как римскому гражданину. То есть это были люди, которые пытались каким-то образом защитить христианство. Ну, к третьему веку наступает полоса так называемых учителей. Появляется уже в христианстве письменность, направленная на утверждение учения. Если первые два века такой письменности практически нельзя встретить, письма, которые в это время пишут пастора, епископы, пресвятера, это письма, которые носят наставительный характер, как жить надо. А вот уже в третьем веке появляется изложение, уже более систематическое изложение христианского учения. И связано это было с тем, что надо было готовить к крещению. И вот появляется первая, самая яркая, Александрийская школа. Александрия – это город в Северном Египте. Тогда это была столица всего Египта. Это роскошный город, центр греческой культуры. Наверное, самая, можно сказать, вторая столица Римской империи была Александрия. Знаменитая вот Александрийская библиотека, в которой хранились невероятно большое количество, много тысяч рукописей. Собственно, это была даже не библиотека, как центр культуры, а это был фактически научно-исследовательский институт по-нашему, если говорить. Потому что там не просто хранили рукописи, там переписывали рукописи, обрабатывали, систематизировали эти рукописи. То есть там шла очень серьезная работа. Собственно, даже для этой библиотеки был сделан перевод Ветхого Завета на греческий язык еще во II веке до нашей эры. Это древняя очень библиотека, очень интересное сооружение. И из-за того, что Александрия была центром культуры, там очень много было очень образованных людей, высококультурных людей, из-за этого христианство там тоже должно было развиваться в этой культурной среде. И надо было говорить с греческими и философами, и знатоками вообще греческой мудрости, надо было говорить на их языке, на понятном им языке. И поэтому вполне естественно, что именно там появляется первое начало христианской, не просто уже письменности, а христианской доктрины, христианского богословия. Один из самых ярких представителей вот этой Александрийской школы – это Ориген. Ориген, который жил в конце II, в начале фактически первой половины III века, он систематизировал первых, кто уже систематизировал все христианское учение и помог говорить о христианстве на языке греческой культуры. Ориген был очень необычным человеком, это был радикал, очень такой серьезный радикал, он все время хотел умереть за Христа. Собственно, отец его трагически погиб за Христа, он еще был очень молодым человеком, практически еще юношей, когда отец отца взяли как христианина, мать осталась 6 детей у них было, и Ориген, как самый старший, тоже хотел пострадать за Христа и хотел идти туда, заявить, что он христианин, что вместе с отцом умереть. Ну, мать как-то все-таки сумела удержать его, она забрала у него просто всю одежду, и он не мог в таком виде появиться в городе, христианин как бы недостойно это было. Поэтому только вот это и спасло его жизнь. Но он всю жизнь хотел пострадать и много раз был в таких очень страшных обстоятельствах, его арестовывали, пытали много раз, мучили. Но самое важное, что Ориген сделал, он был назначен как бы катехизатором, представителем. Он не имел епископского какого-то достоинства, не был официальным богословом, но он имел школу, которая готовила к крещению. Как я сказал, это был длинный процесс очень подготовки к крещению, в Александрии это особенно длинный был процесс. Ориген все время занимался с новообращенными, наставляя их в христианских истинах. И это была постоянно действующая школа по образцу риторических школ. То есть там он не только учил христианству, он учил и даже светским предметам, там риторики учил, арифметики, ну и другим предметам. Он фактически ради того, чтобы преподавать христианство, он и систематизировал христианское учение, начал создавать много очень произведений. Ну, считается, что он был одним из самых плодовитых писателей, книги его считаются тысячами. Но, к сожалению, у него были некоторые такие очень фантастические идеи или не совсем ортодоксальные представления по некоторым вопросам. Из этого его и в Александрии не очень принимали. Ну, с одной стороны, немножко епископ ему завидовал, как потом Евсевий Кисарийский описывает в своей церковной истории, что Александрийский епископ по зависти начал гнать Оригена. Оригену пришлось уехать из Александрии. Его некоторые взгляды действительно были не совсем ортодоксальные. Его осудили, то оправдали, то осудили. И хотя он умер в мире с церковью, но после смерти его богословие было осуждено, и он не считается отцом церкви. Это как раз один из тех примеров, который показывает, что самого выдающегося, я бы сказал, богослова восточной греческой мудрости его не признают как отца церкви, считают его элитиком. Он был отлучен от церкви уже после смерти, его книги сжигались, но он первый, кто писал книги и по систематическому богословию. Сохранилась, к счастью, только одна из его книг. У него где-то порядка трех тысяч книг было известно, список его книг. Но сохранилось очень немногое. Он, например, составил Диотисерон, так называемый. Это все известные ему тексты Ветхого Завета на греческом языке, все переводы Ветхого Завета на греческий язык он расставил по колонкам. Вот стих напротив стиха в разных переводах, для того, чтобы можно было проанализировать. То есть тогда было известно четыре в основном перевода на Ветхого Завета на греческий язык. В некоторых местах, где он находил, было шесть даже переводов. Очень серьезный, кропотливый и большой труд по составлению такого Диотисерона. Он составил книгу о началах, которая сохранилась, как я сказал, одна из единственных немногих книг по богословию, которая сохранилась от Оригена. О началах. Она переведена, кстати, и на русский язык. И хотя там действительно есть некоторые фантастические такие утверждения, но в принципе это очень глубокое систематическое изложение христианских истин. Вообще, вот Александрийская школа, богословская школа, она отличалась большим аллегоризмом. То есть это школа, которая пыталась истолковать, вот как сам Ориген говорил, писание надо истолковывать в трех аспектах. Он говорит, есть тело писания, есть душа писания, есть дух писания. Вот тело писания – это текст. Вот буквальный смысл текста. Вот что текст говорит в самом буквальном смысле. Но кроме этого, есть еще аллегорическое истолкование, есть душа, то есть идея, которую хочет передать текст. И она может отличаться от буквального толкования текста. Ну, скажем, притча о сеятеле. Вот это просто сеятель сеет зерно. Но при этом есть духовный смысл в этой притче, что это означает распространение слова Божьего и как принимается слово Божье. Духовный смысл. А есть еще дух текста. Дух текста – это моральное наставление, которое должно следовать из вот такого более аллегорического представления. То есть в отношении текста они подходили очень аллегорически, поэтому часто у александрийских богословов было много фантастики толкования текста. Они вкладывали в текст то, чего там очень трудно увидеть. Чересчур аллегорические толкования были. Вот так им казалось, что вот так можно истолковать текст. Другая школа богословия, которая формировалась в Палестине, так называемая антиохийская школа богословия, тоже для... начиналась она как катехизаторская школа для того, чтобы готовить к крещению. Но вот из этих уроков по крещению, подготовки к крещению, вырастала богословская система. Антиохийская школа отличалась буквальным толкованием текста. Там приветствовался только буквальный смысл, вот что непосредственно текст говорит. И отрицались всякие прототипы, аллегорические, аллегорическое понимание. Так что это были разные уже представления. Все это уже начинает складываться в III веке. Ну и кроме того, был еще один центр богословия, который был связан с Карфагеном. Карфаген – это город тоже в Северной Африке, на территории... Вот где какая-то страна сегодня? Тунис, наверное, да. Я думаю, что это Тунис. Где-то примерно это район Туниса. Карфаген находился. Это город, который фактически был второй, или там третьей, я буду говорить уже теперь, столицей Римской империи, но латиноговорящий город. Если Александрия – это столица грекоговорящей части Римской империи, то Карфаген – это столица традиционно римской культуры, латиноговорящей. Потому что Рим был административным центром, там богословие никогда не развивалось. А вот Карфаген, его даже называли нянька адвокатов, или колыбель адвокатов, это был город, где развивалась риторика, развивалась наука, но латиноговорящая. И вот по духу своему это был практически очень город. Если Александрия – это было город философов, рассуждений, то здесь доминировал практицизм, и абстрактной философии было мало. И самым знаменитым представителем этой школы, латинской школы, богословия, которая формируется уже в III веке, это был Тертулиан. И опять-таки, Тертулиан – непризнанный отец церкви. Самый влиятельный богослов латиноговорящий, и вместе с тем он оказывается непризнанным. Он тоже отлучен от церкви за свои взгляды. Видите, такая судьба очень интересная. Хотя он на самом деле отлучен просто за несогласие с официальным руководством. Он перешел в монтонизм, это тоже одно из движений, которое было в ранней церкви. Очень такое радикальное движение точного следования раннему христианству. Это движение было. То есть монтонисты отличались буквальным исполнением всех правил раннего христианства, особым таким геройством в мученичестве. Они старались даже, вызывали на себя в специальном учении, очень часто сами объявляли себя христианами и старались, как бы на судах вели себя очень вызывающе с тем, чтобы их обязательно казнили самым каким-нибудь варварским образом. То есть это были радикалы, самые такие настоящие радикалы. Хотя при этом они очень опирались на всевозможные пророчества, вот что дух им говорил. сам Монтан, который, собственно, по имени которого называлось это движение, Монтанисты, он тоже имел различные откровения и часто говорил, о чем это вы решили, что дух перестал говорить, что он говорил только апостолов. Дух Святой сегодня говорит, и то, что говорит Дух Святой сегодня, также авторитетно и богодухновенно, как и то, что он говорил через апостолов в первом веке. И поэтому Монтанисты очень опирались на всякие пророчества, из-за этого ортодоксальная церковь не принимала Монтанизм. Ну, Тертулиан был как раз, перешел в Монтанизм уже в зрелые годы своей жизни и писал очень много работ. Он фактически ввел даже в латинский язык многие понятия, которыми он пытался писать, скажем, Троицу. У него несколько трактатов о Троице, и он фактически заложил вот то понимание, которым мы пользуемся сегодня, вот то понимание Троицы заложено как раз Тертулианом. Он писал не только о Троице, он много пишет тоже апологетических писем. Очень страстный человек, яркая очень натура, который доказывает истинность христианства очень смело, очень решительно выступает за христианство и писал яркие такие работы очень. Он пишет и по поводу крещения, он постоянно с кем-то борется. Вообще, это такой вот борец, который пишет только против кого-то. Он не за кого-то пишет, а против кого-то пишет. Он кого-нибудь обязательно обличает. Очень интересный человек. Ну и еще последнее, что я хотел в этой части сказать, это христианская культура. Как я говорил, что христианство затрагивало не только собственно мысли, понимания, но обязательно касалось и культуры. Культуры переосмысливало весь образ жизни человека. Вот это как раз приводило к тому, что христиане отвергали языческую культуру и старались уже создать что-то свое. Фактически в это время формируется культура отрицания, как я говорил, и символическая культура. Христианство не принимает каких-то традиционных образцов римской культуры. Ну, скажем, театральная культура категорически отвергалась, потому что театры в то время это не просто были какие-то представления, это, в общем-то, один из самых был тогда популярных видов культуры во всей Римской империи. и театры очень часто давали ну, самые такие отвратительные зрелища, то есть там как бы очень часто встречались такие буквальные натуральные вещи, которые недопустимы, скажем, для христиан, ну, скажем, даже вот такие простые вещи, как если в театральном зрелище там присутствовало убийство, то очень часто, особенно какие-то праздники, когда было много народу, то устраивали настоящее убийство, какого-нибудь раба обязательно убивали каждый спектакль, этот труп. Это много таких вещей, которые заставляли отрицать. Во-вторых, культура была связана с идолопоклонством, и христианская критика культуры была направлена на то, что это фактически не просто зрелище, а это идолопоклонство. И действительно, очень часто в этих зрелищах прославлялись какие-нибудь боги, которые там путешествуют, которые там устраивают какие-то сцены ревности, любви. Это все было категорически непринимаемо христианством. Ну, если говорить о безобразительной культуре, то христианская символика, это символика, которая тоже связана в основном с принципами христианства, символическими принципами христианства. Один из самых популярных символов это было рыба. Вот понятие рыба, ихтис, это как бы начальные буквы Иисуса Христа, Иисус Христос, царь иудейский, слова, которые были на кресте, они составляют, акроним этих слов как раз составляют слово ихтис. И этот знак раннего христианства был очень распространенный и популярный и часто встречается в надгробиях. Собственно, мы больше всего знаем из надгробных изображений о жизни раннего христианства. Агнец, очень распространенный знак, ягненок, или вот символика Христа, хризма, так называемая, буква Х и Р. Иногда вот альфа и омега появляются на некоторых изображениях. Виноградная лоза, хлеб, ну, якорь встречается. Кстати, интересно, что вот в надгробных изображениях раннего христианства до конца практически третьего века не встречается крест. То, что сегодня самое яркое изображение христианства крест, но в раннем христианстве этого не встретите. Уже только в третьем и то во второй половине третьего века появляются и то очень робкие изображения креста, где-то можно вот оно как бы спрятано, видите, вот здесь якорь изображается, как будто бы там можно прочитать крест в этом якоре. То есть изображение креста это другая символика, которая приходит только гораздо позже. Так, собственно, развивается христианство первые три века. Вот это мы с вами очень бегло так просмотрели основные вехи развития христианства за первые три века. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте мы сейчас еще пару вопросов до перерыва, после перерыва начнем вторую эпоху. Ореген, Климент Александрийский, да. Да. Он жил как раз на свое учительство. Большинство из таких людей, богословов, преподавали, все школы в то время были частными школами, понятно. И ученики платили учителю за уроки риторики, за уроки грамматики, за уроки арифметики. И Ореген как раз вот тоже получал основной его источник дохода, это был его, собственно, труд. Вообще очень интересный, конечно, человек, он отличается не только желанием умереть за Христа. Кстати, язычники знали хорошо, он был яркий человек, очень известный в Александрии, и знали, что он хочет умереть за Христа. И хотя его несколько раз арестовывали и пытали, а в старости уже перед самой смертью его, когда арестовали, то подвергали очень тяжелым пыткам, растянули его несколько дней, он был растянут на орудии, как пишет в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге.